Сегодня обсуждаем тему триггерных точек и конкретно я хочу показать эффект, которого мы достигаем. То есть вот сейчас перед правкой, если я проверяю точки прикрепления мускулатуры, то мы видим вздрагивание, много вздрагивания и конкретный болевой синдром. То есть мускулатура находится в тоническом спазме, в пульс режиме не работает, лишена адекватного кровотока и оттока лимфы. Все эти факторы создают резкую болезненность. Максимальная болезненность в точке перехода мышцы в сухожилия и сухожилия, где крепятся к кости. Там находится рецепторный аппарат. Триггерная точка это участок мышцы на переход сухожилия и крепление к кости. И эта мышца, она находится в тоническом спазме. Соответственно, когда мы ее выведем из тонического спазма, точка перестанет быть триггерной. То есть я покажу, как это будет выглядеть. Суть в том, что боли, где сейчас она есть, боли не останется. А пока мы видим вот такую реакцию. Соответственно, давлю я в основном пальцами, сколько сил в большом пальце есть. И то, по сути, пользуюсь меньше, чем всей силой. Основная картина здесь по шее. Ротация Атланта. Маленькая ротация второго. Третий заблокирован мышечным спазмом в обе стороны. Четвертый почти ровно. А вот пятый. А вот пятый перекошен по горизонту. Почему, собственно, справа такой жесткий спазм? Справа, конечно, камера не очень показывает, но я не могу даже продавить мускулатуру. Плотность колоссальная. Ну и, собственно, начинаем править. Дыхание ровно, без паузы. Еще. 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 Дыхание, дыхание. Дыхание, дыхание. В перерывах обязательно нужна поддержка через валики, потому что мало устранить причину спазма. Нужно еще, собственно, из этого спазма выйти. Поэтому сейчас я использую небольшое перерастяжение на большом валике. И оставлю в покое с целью подышать. Движение должно быть физиологическим. Что может быть лучше, чем дыхание? Вот мы сделали правку. Проверяем позицию атланта. Ровно. Мускулатура спокойна. Видите, да? То есть я вкладываю силу в палец, запястье, предплечье. По нулям никаких болей, спазмов нет. Мускулатура мягкая. То есть фактически я достаю сразу до костей. Никакого сопротивления мускулатуры. Полностью по поперечным отросткам. До седьмого шейного реакции нет. Грудина ключично-сосцевидная. Острые реакции не выдает. Сильно не давим, потому что она в позиционировании шеи участвует именно в этой позе. Лестничная. Лестничная имеет тонус, потому что они все равно позиционируют шею. Участвует в дыхании. Ну, вы видите, мимика, да? То есть болевого синдрома нет. Мускулатура мягкая. Такого симптома дубовой доски его тоже нет. То есть вот рабочее состояние. Вот. Если еще научиться дышать грудью, то будет еще гораздо более мягкая и энергоэффективная мускулатура. Но это как раз следующий шаг. То есть вот мы сейчас начнем этому учиться.